Еще никогда за всю историю города Индзо тут не было архиерейской службы в вербное воскресенье. А посему с раннего утра множество инденцев пришли в собор Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы вместе встретить великий праздник входа Господня в Иерусалим. Еще за час до начала литургии кафедральный собор был почти полон. В руках у прихожан ветки вербы. Увы, не все предусмотрительно запаслись этим символом праздника. Оно и понятно. Служба дебютная, много людей пришли впервые. И им еще предстоит многое постичь. Вместе помолились и вспомнили, как Иисус Христос вошел в Иерусалим, как люди приветствовали его выкриками «Ассана, царь Иерусалимский!». А потом эти же горожане с пеной у рта кричали «Распни его!». Иисус все это предвидел, но добровольно шел на страдания ради спасения наших душ. Об этом рассказывается в Евангелии от Иоанна Богослова, которое зачитали на литургии. Вербное воскресенье отличается от всех богослужений своей красотой. Без веточки вербы никто в этот день не остался. Монахи Жадовского монастыря позаботились о инденцах и привезли им огромный бак ветвей, символов праздника. Его и принесенные букеты прихожан владыка с молитвой окропил святой водой. Благословляйтесь, освященное,arella священное военно-водца и сына. И за этот дух к нам благословляйтесь, освященное военно-водца и сына. После чего частица благодати досталась и верующим. Потом люди смогли набрать вербу к себе домой. Она будет не только символом праздника, но и своеобразным напоминанием об их участии в этом историческом событии. По окончании литургии Владыка Филарет обратился к верующим с архипастерской проповедью. В ней он рассказал историю праздника и его очень глубокий смысл. Воистину, эти же уста, которые кричали благословенность, а уже в пятницу они будут кричать «распни, распни его». Поэтому дай Бог нам всем от зависти Иудовой, от зависти Иуды нам освободить свои души и прилипеться к Христу Богу нашему, Который пришел только страдать и воскреснуть из меня. По завершении литургии люди еще долго не уходили из храма. Впереди у православных неделя сугубых поста и молитв. Старостная Седмица без сомнений увенчается светлым праздником Пасхи Христовой. К тому же пасхальную ночь Владыка Филарет проведет в молитвах вместе с инженцами. Дмитрий Егорин, видеостудия Барышской епархии. Специально для Улправда ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...